Друзья, привет! Приветствую вас на канале «Английский язык по плейлистам». Продолжаем наш практический курс «Английский язык с нуля до продвинутого уровня» по приложению English Galaxy. В этом уроке мы с вами далее разбираем 320 зависимых предлогов в английском языке. Так далее. Based on. Основан на. Based on. Как мы скажем, эта история основана на реальных обстоятельствах. Эта история основана... This story is based... на. On. This story is based on реальных обстоятельствах. Реальный будет real, и обстоятельства — это слово circumstances. Circumstances, circumstances. Получается... This story is based on real circumstances. This story is based on real circumstances. Эта история основана на реальных обстоятельствах. This story is based on real circumstances. Хорошо. А как мы скажем? Фильм основан на правдивой истории. Фильм основан... The movie is based... на. On. Правдивая история — это фраза a true story. A true story. Получается... The movie is based on a true story. The movie is based on a true story. Фильм основан на правдивой истории. The movie is based on a true story. Хорошо. Как будет по-английски. Эта книга основана на реальных фактах. Эта книга основана на... This book is based on... В реальных фактах. Real facts. This book is based on real facts. This book is based on real facts. Эта книга основана на реальных фактах. This book is based on real facts. Next. Damage to. Ущерб чему-то. Damage to. Смотрите, полезная лексика. Reputation. Репутация. Reputation. Та же полезная фраза. Do great damage. Нанести большой ущерб. Do great damage. Да, видите, лексика. Damage to. Reputation. Do great damage. Как мы скажем. Это нанесло большой ущерб его репутации. Это нанесло. Насловно, это сделало. It did. Большой ущерб. Использовать слово great. Получается great damage. Далее предлог to. To. Его репутации. His reputation. It did great damage to his reputation. It did great damage to his reputation. Это нанесло большой ущерб его репутации. It did great damage to his reputation. Deprive of. Лишить чего-то. Deprive of. Как мы скажем. Никто не может лишить вас ваших прав. Никто. Использовать слово no one. Получается no one can. И далее лишить. Это ведь глагол deprive. Вас. You. Ваших прав. Но фраза deprive of, поэтому мы говорим. No one can deprive you of. Ваших прав. Your rights. No one can deprive you of your rights. No one can deprive you of your rights. Никто не может лишить вас ваших прав. No one can deprive you of your rights. Они лишили его собственности. Они лишили его. They deprived him. Это предлог of. Его собственности. Его his. И собственность по-английски будет property. Property. They deprived him of his property. They deprived him of his property. А не лишили его собственности. They deprived him of his property. Attitude to. Или также towards. Переводится отношение к чему-то. Да, вначале используем фразу attitude to. Attitude to. Как мы спросим. Каково твое отношение к онлайн-образованию? То есть какое твое отношение? What's your attitude? Или предлог to. To. Онлайн-образование. Online education. What's your attitude to online education? What's your attitude to online education? Каково твое отношение к онлайн-образованию? What's your attitude to online education? Approve of. Одобрять что-то. Approve of. А вот не одобрять что-то будет disapprove of. Disapprove of. И тогда получается approve of. Disapprove of. Рассмотрите, полезная фраза. Категорически не одобрять. По-английски будет strongly disapprove. Strongly disapprove. Right. Strongly disapprove. Как мы скажем тогда. Он категорически не одобряет это решение. Он категорически не одобряет. He strongly disapproves это решение. Не просто this decision. А требуется предлог of. И далее this decision. He strongly disapproves of this decision. He strongly disapproves of this decision. Он категорически не одобряет это решение. He strongly disapproves of this decision. Также давайте вспомним полезную фразу. Смотрите. Worth something. Приводится стоит чего-то. Worth something. Даже конструкция worth doing something. Стоит сделать что-то. Worth doing something. Как мы скажем тогда. Это стоит прощесть. Это стоит. It's worth. И прощесть. Не просто read. А что является информа. Получается reading. It's worth reading. It's worth reading. Это стоит прощесть. It's worth reading. Хорошо. Как сказать тогда. Это место стоит посетить. Это место стоит. This place is worth. Посетить. Не просто visit. А информа требуется. Да. Получается visiting. Visiting. Все вместе. This place is worth visiting. This place is worth visiting. Это место стоит посетить. This place is worth visiting. Также переходите в наши социальные сети, где мы выкладываем дополнительные полезные материалы. Ссылки в описании. Но смотрите. Даже есть другая схожая конструкция с предлогом. Это конструкция worthy of. Достойна чего-то. То есть не worth, а worthy. Звук the. Worthy of. Worthy of. Скажем. Используя данную конструкцию. Это достойна нашего внимания. То есть мы говорим. It's worthy. Далее of. Нашего внимания. Our attention. It's worthy of our attention. It's worthy of our attention. Это достойно нашего внимания. It's worthy of our attention. Хорошо. Как мы это скажем? Такой смелый поступок достоин восхищения. Такой смелый поступок. Such a brave action. Such a brave action. Достоин. Is worthy. Восхищение. Протлог of и восхищение на слово admiration. Admiration. Such a brave action. Is worthy of admiration. Such a brave action. Is worthy of admiration. Такой смелый поступок. Достоин восхищения. Such a brave action. Is worthy of admiration. Хорошо. Давайте вспомним. Как будет вежлив с. Вежлив будет polite. Polite и с в этом контексте будет именно to. То есть фраза, да, polite to. Polite to. Именно предлог to. Polite to. Скажем. Тебе следует быть вежливым с другими. Тебе следует быть вежливым. You should be polite с to. И другими. Да, не просто other, а others. Получается. You should be polite to others. You should be polite to others. Тебе следует быть вежливым с другими. You should be polite to others. Хорошо. А как мы скажем? Он всегда очень вежлив с другими людьми. Он всегда очень вежлив. He is always very polite s to. С другими людьми. Other people. He is always very polite to other people. Он всегда очень вежлив с другими людьми. He is always very polite to other people. Next. Different from. или также, возможно, сказать to, different from or to, в умолчании используем фразу different from, отличающуюся от, different from. Скажем, этот метод полностью отличается от того. Этот метод, this method, полностью отличается. Как это правильно сказать? Начали говорить форму to be, получается is, и не просто different, а, смотрите, полезная фраза, тоже более продвинутая фраза, completely different. Completely different от, from, того, не просто that, а that one. Получается, this method is completely different from that one. This method is completely different from that one. Этот метод полностью отличается от того. This method is completely different from that one. Часто говорят, что американский английский немного отличается от британского английского. Часто говорят, что... It is often said that... It is often said that... Американский английский. American English. American English. Далее давайте скажем, используя слово slightly. То есть немного отличается, или также можно пересечь, слегка отличается... Is slightly different... от британского английского. From British English. It is often said that American English is slightly different from British English. It is often said that... American English is slightly different from British English. Часто говорят, что американский английский немного отличается от британского английского. Используя слово SLIGHTLY, получается... This method is said that American English is slightly different from British English. Next, persist in, persist in, упорствовать в чем-то, упорно продолжать что-то, persist in. Как мы скажем тогда, она упорствовала в своем отказе принять этот факт. Она упорствовала, she persisted, в своем отказе, in her refusal, she persisted in her refusal, принять, используя слово accept, получается, to accept, in a fact, this fact, she persisted in her refusal, to accept this fact, она упорствовала в своем отказе принять этот факт, she persisted in her refusal, to accept this fact. Хорошо, а как мы скажем, она упорно продолжала задавать вопросы. То есть, она упорно продолжала, she persisted in, задавать вопросы. Видите, не просто ask, а предлог отличный от to, в одновременную форму, да, получается asking. In asking, вопросы, questions. She persisted in asking questions. She persisted in asking questions. Она упорно продолжала задавать вопросы. She persisted in asking questions. Next, point at, указывать на, point at. Смотрите, как мы скажем, считается невежливым указывать на людей. Дословно, получается, смотрите, считается, it is considered, невежливым, impolite, или, как вариант, также можно перейти rude, грубо, rude или impolite, указывать, to point на людей, at people. Получается, it is considered, impolite, to point at people. It is considered, impolite, to point at people. Считается невежливым. Указывать на людей. It is considered, impolite, to point at people. Но смотрите, здесь даже есть один очень важный момент. Если речь идет об ошибках, то мы используем другую конструкцию с point. Конструкция на point out. То есть фраза point out someone's mistakes. Указывать на чьи-то ошибки. Point out someone's mistakes. Как мы скажем тогда, учитель указал на мои ошибки. Учитель, the teacher, указал на... Ведь речь об ошибках. Потом говорим, pointed out my ошибки, my mistakes. The teacher pointed out my mistakes. The teacher pointed out my mistakes. Смотрите данный видеокурс и отрабатывайте весь пройденный материал в приложении English Galaxy для достижения максимального эффекта. До встречи. Bye-bye.